Друзья, сегодняшний ролик, который вы посмотрите, был снят примерно неделю назад, когда мы с оператором Женей были в Воронеже. И в сегодняшнем ролике вы посмотрите на первую сборочку, которую наши воронежские мастера собрали уже для настоящего клиента за 105 тысяч рублей. Более того, мы ее сможем протестировать на мониторчике от Андеробота 4Кшном на 144 Гц. То есть будет еще и обзор монитора. Более того, там будет скидочка в 10% по нашему промокоду. Поэтому те, кто сейчас себе подбирает моник, обязательно также посмотрите. Возможно, для кого-то это будет полезно. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Давайте телепортнемся. Получается, примерно на недельку назад. Погнали! На что, друзья, мы действительно с вами не можем повлиять, это на то, что вечером ты засыпаешь в идеале. И утром просыпаешься, это совсем замечательно. И это постоянно происходит. И день за днем мы движемся с вами вперед. И все, что мы успеваем сделать за день, оно, получается, накапливается в наш жизненный опыт. И, соответственно, тем самым мы свою судьбу вот так устроим. Сегодня 19 апреля 2023 года. Второй день, по факту, как мы с Женькой в Воронеж приехали и снимаем на хорошую камеру. Попрошу, так сказать, поддержать эти инициативы, потому что иначе мне опять придется взять свой айфон в руки. Но, конечно, с природом куда приятнее. И, соответственно, у нас наш сегодняшний план. Во-первых, мы сейчас подъедем в мастерскую. Ребята уже должны быть там на месте. И покажем первую сборку, которую собрал Антон для клиента уже полноценно. То есть, от начала до конца довел клиента. Подсобрал железо в определенном бюджете. Собрал ту сборку, полностью ее настроил. И мы сегодня сможем посмотреть, как говорится, что у ребят получилось. То есть, это первые шаги, по сути, мастера в том деле, которым он хочет заниматься. И, на мой взгляд, достаточно круто. Следующий, друзья, момент. Это нам нужно сегодня, так или иначе, уже продумать заранее. Ой, немножко нагловато тут повернул. Нам нужно продумать заранее дату открытия. То есть, уже спланировать, потому что майские праздники, первые числа, там есть пару денечков. А потом будет непонятно какой-то сумбур. И нужно сейчас действительно прикинуть, кто сможет из Питера приехать, кто из Белгорода сможет приехать. Как это все организовать так, чтобы у нас действительно получилось классное открытие. И мы уже за ближайшие полторы недели максимально придвинулись к тому, чтобы мастерская уже полностью работала на функционал, который сможет. Это очень здорово. Ну и, конечно же, покажем просто один день из жизни мастерской. Такой, какой она является на текущий момент. Это все очень здорово, очень интересно, потому что с каждым днем какие-то новые микромоменты появляются. И с этим приятно делиться. Поэтому, Женька, нам остается буквально 3 минуты до компьютерной мастерской Хэби-Песи в Варуниже. Друзья, вот эта первая сборочка, которая официально, от начала до конца, наш мастер Антон довел. И куда ты? Иди сюда. Иди сюда, расскажешь, говорится, что за красоту ты подсобрал. Прямо вот буквально с нуля. Я знаю то, что у вас на YouTube-канале вашем выйдет еще более подробный ролик. Но, тем не менее, буквально пару слов. Получается, клиент обратился с какой задачей? Ну, в пределах 100 тысяч подобрать ему сборку. Я ему накидал. Под какие задачи, что очень важно? Ну, в игрушки поиграть, да. Под игры. Под игры. Что по итогу у тебя тут получилось? 12400F, классика жанра B660 MSI-A Pro. Он именно ATX-формат хотел, мать. Полноценную? Да, полноценную. 3070 в этот бюджет мы уложились. 224-й ID-кулинг. Логично даже не знались. Я подсниму просто, оно просто не слышно будет. Поставили, пожелали клиент, 32 гига. Но, в принципе, сейчас, в данный момент, это переломный момент. С 16 на 32 уже многие переходят. Я согласен, всегда было в этом восьмерочка. Сначала была, вернее, сначала была четверочка, потом восьмерочка. Потом 16 золотая середина. Сейчас, в принципе, конечно, перспективу 32 гигабайта ты сразу себе ставишь. И у тебя плюс еще два слота остаются на будущий какой-то дальнейший апгрейд. Сколько по итогу получилась сборка по комплектующим? В районе 104-105 тысяч. Он, когда обращался, ровно в 100 мы укладывались. Немного погодя, потому что сразу такой суммы не было. Комплектующие чуть подорожали. И из-за этого вышел чуть дороже. Шикарно. У нас сейчас есть изумительная возможность. То есть, перед тем, как клиент сейчас все заберет, естественно, системник нужно полностью протестировать. Отмечу то, что мы постараемся, чтобы в Воронеже традиция, собрана с любовью, 19-й, 04-й, в данном случае, Тягуновым Антоном, она сохранялась и когда-нибудь, через такие года, кто-нибудь откроет эту крышку. А там антон, роспись Антона, достаточно мелочную приятная. Но из того, что скажу, тоже вот со стороны, непредвзято. Действительно, аккуратно собрана. Аккуратно собранный компьютер. То, что у нас здесь, опять же, такие пластиковые стяжки, липучки, позволяют, если что, быстро какую-то конфигурацию себе переделать. Необходимо добавить. Ты скажи, пожалуйста, в случае, если вдруг он еще будет жесткий диск там добавлять, у тебя выведены саташники, да? Да, да. Все есть. Он свой жесткий диск еще привез, попросил. Нет, он уже стоит. А, уже стоит. Все сделал. Ну и да, хороший шикарный корпус с хорошей продуваемостью. Между прочим, это Dual Face штука с двойным лицом. То есть, ты можешь себе делать либо решеточку, либо стекляшку. Да. В случае... Сразу стекляшка идет. Клиент попросил сразу сетку поставить, чтобы получше продуваемость была. Огонь. И вот эту конфигурацию, то есть, по сути, сейчас сборка в районе 105 тысяч рублей получается. Будет классно сравнить на данном моднике, потому что Thunder Robot. Вот ребята, которые сейчас захватывают рынок, потихоньку у нас вся питерская мастерская в их мониторах уложена. И одна из свеженьких моделей интересно посмотреть, потому что, опять же, 4К разрешение 144 Гц. Сейчас, наверное, будет являться таким оптимальным моментом, чтобы в игрушки поиграть. И при этом ты все-таки не сидел уже на остромодном Full HD. Поэтому, в любом случае, сейчас хорошенечко затестируем. Друзья, перед началом тестирования, как я и обещал, расскажем поподробнее про этот Моник. Потому что, опять же, ребята из Thunder Robot, они дают нам выбор. И это хорошо. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас за моделька. Моделька этого красавца, друзья, называется Thunder Robot ZU28F144L. Тут сразу можно понять по модели некоторые важные параметры. Это 28 дюймов и это 144 Гц, друзья. То есть, 28 дюймов, что это вообще за дюймы такие, 28? Это и не 27. И не 30, и не 30, а 28. То есть, достаточно здоровая махина. То есть, если у твоего друга 27 дюймов, ты говоришь, у меня 28. То есть, такой микромомент достаточно приятный. Начать всегда нужно с внешних моментов и параметров. Из фишек, которые здесь однозначно у нас присутствуют, это то, что у нас идет с трех сторон безрамочный экранчик. То есть, у нас только рамка здесь с названием непосредственно фирмы Thunder Robot присутствует только снизу. И то она относительно тоненькая. Здесь у нас идет вот такой вот трехосевой безрамочный дизайн, можно сказать. Но при этом я небольшую заметку сделаю. То есть, он не полностью видишь. То есть, у нас есть в любом случае, так или иначе, определенный зазор. Наверное, есть даже полсантиметра, который непосредственно, да даже может чуть побольше, все-таки отделяет картинку от общей рамки. Но это считается безрамочный дизайн, то есть, смотрится стильно. Это факт. Теперь, одна из самых таких приятных моментов, то, что все-таки, несмотря на то, что это 28 дюймов, достаточно здоровая штуковина, она имеет шикарный шарнир, который позволяет тебе в портретный режим все это дело перекинуть. И если вдруг ты, дружище, работаешь вот с таким вот полотном, то это удобно. Это действительно удобно. И ты можешь несколько мониторов, естественно, вокруг себя выставлять. И он достаточно плавно себя ведет. Но в эту сторону тоже может. И в эту сторону тоже может. То есть, в любую из сторон, как тебе это будет необходимо, он делается. Ну-ка, регулируется он также по высоте. В общем, во всех осях получается, да. Во всех направлениях он крутится и вертится. Вверх, вниз и крутится на полную катушку. Это приятно. Теперь, из важных моментов, мы смотрим, друзья, безусловно, на вот вывод всего этого происходящего. Что мы видим? Мы видим то, что у него идет у нас вот такое вот зарядное устройство. Получается у нас 3,75 ампера, 24 вольта, 90 ватт. Вот такая вот штуковая. Из-за одно устройство. Душблок, блочок. Ну, блочок питания у нас идет, все нормально. В данном случае, конечно, там батарейки нету. Мы особо не зарядим. Но блок питания на 90 ватт имеет место быть. Подключается он, естественно, отдельным. То есть, учитывайте, друзья, блок питания нужно беречь для такой красоты. У нас две штучки HDMI, две штучки дисплей порта. Присутствует один Type-C, причем который тоже можно спокойно выводить изображение. Это можно будет убедиться, подключив Mac нашего оператора Женьки. Чтобы посмотреть. У нас присутствует джек под наушники. Если вам это удобно. Я вообще не знаю. Обычно в Monique кто-нибудь засовывает наушники. Уже раньше это было очень популярно, я помню. Ну, как бы функционал есть. Я лично ни разу наушники в Monique не засовывал. Но, как бы, функции есть, если необходимо. Если у вас, допустим, короткий шнурок. И ты, например, сидишь перед Monique, наверное, это, кажется, вариант удобный. Также у нас USB присутствует. То есть, подключаешь непосредственно к компу. И в Monique можешь засовывать мышку, клавиатуру. Если тебе, то, опять же, будет удобно с точки зрения расположения твоих параметров. И у нас панель управления настройками монитора находится в нижнем, получается, правом углу под монитором. И она из себя представляет раз, два, три, четыре, пять, шесть вот таких вот физических кнопочек. Во всем остальном, если мы говорим про внешние какие-то моменты и первые впечатления, я бы так сказал, ничего прям лишнего нету. Есть претензия на дизайн. Давай эту пленочку, кстати, снимем. Иди сюда. Посмотрим. Вот такая вот красота. Ну, ножка у него, кстати, ты ничего про ножку не сказал, но у него очень красиво. Ну, ножка мощная. Эстетика. И стоит он достаточно, как говорится, дубись, нормально. То есть, никуда он особо не поерзает. И достаточно штука нелегкая в этом деле присутствует. Все. Это все моменты, если мы говорим про какие-то внешние нюансы, тут такое ощущение, что потенциально могло быть еще какой-то момент подключения или еще чего-то. Ну, тут пока что... Может, они есть? Не-не-не. Это просто момент, вот такой, просто как заглушечка идет. Ну, конечно, фирменный логотипчик Thunder Robota. Теперь ему нужно непосредственно перейти к его параметрам. Пришел сам немножко поиграть из важных параметров, которые к этому Монику имеют отношение, друзья. Как я сказал, опять же, это 4К-разрешение. 144 Гц. Это у нас антибликовое покрытие. И отклик в одну миллисекунду. То есть, прям такой киберспортивный а-ля режим должен здесь присутствовать. И вот из того, что я сейчас пробегаюсь, ну, вот что ты тут скажешь? Это просто так, как должно быть. Все четенько, ровненько реагирует и симпатично выглядит. Тип матрицы, друзья, у нас IPS, 90-процентное покрытие DCI-P3. И оператор, Женька, ты как человек, который гораздо круче меня понимаешь в цветокоррекции и занимаешься этим на профессиональном уровне. Скажи, пожалуйста, насколько это хорошо? Слушай, DCI-P3 это достаточно хороший уровень, чтобы заниматься на полупрофессиональном уровне цветокоррекции. То есть, это выше, чем sRGB. А sRGB это уже тот уровень, при котором можно делать прекрасную цветокоррекцию фотографий и всего, что нужно. Поэтому DCI-P3 это очень хорошо. То есть, для простых ребят это аккуратно цветокоррекция? Да. Ну, сейчас мы вывели графики, там показали, в принципе, разницу, сколько полутонов она цепляет. И вот DCI-P3 гораздо больше цепляет оттенков, полутонов и, в принципе, градиент гораздо лучше. Глубина у нас цвета 8 бит, друзья. Яркость заявленная 300-330 нит. Что касается яркости, здесь тоже достаточно важный момент. Нужно учесть то, что она здесь устроена не по типу ШИМ, а по типу DC. Это означает то, что если на простой язык перевести, должно быть меньше мерцаний. У вас глаза должны меньше уставать и, по идее, опять же, это только на практике можно как-то ощутить. Но это считается преимуществом. Преимущество есть как у ШИМа, так и у DC. Но в данном случае, если вы долго сидите за монитором, конечно, регулировка в данном контексте яркости будет куда приятнее. Я предлагаю немножко заглянуть в меню и посмотреть, какой функционал у нас еще присутствует. Давайте быстренько пробежимся по меню. У нас выбор входа, то есть мы выбираем через что. В данном случае у нас дисплейпорт подключен. У нас есть регулировка звука, режим просмотра. Здесь достаточно много разных режимов. То есть игровые, FPS, RTS, MOBA, Custom. То есть можно выбрать тот режим игры, вернее, тот режим монитора, который подойдет идеально под вашу игрушку. Если в данном случае он заточен на FPS, то непосредственно он меняет настройки моника. Фильм, интернет, текст, Mac, Mono. Опять же, я лично далеко не всеми им пользуюсь. Зачастую я просто настраиваю стандартный режим. Но для кого-то это может быть важный параметр. Идем дальше. Смотрим настройки цвета. Здесь из классных моментов то, что у нас есть HDR. То есть это также у нас является плюшкой. Сейчас он выключен, можно в режим авто его поставить. Диапазон цветов. Регулируем цветовое пространство. Color preset. Цветовая температура. Шестикомпонентный цвет. Тон. Насыщенность. Здесь тоже присутствуют. Ручные настройки, друзья. Здесь есть из забавных моментов. Это у нас время отклика. То есть есть стандартное, улучшенное и сверхнизкое. Жалко, что они показывают, какое именно конкретное. Стабилизация черного. Соотношение сторон. Соотношение сторон 16 на 9, кстати. Если кто был не в курсе. Не забудем также сказать, друзья, про технологию Low Blue Light. Технология, которая позволяет снизить влияние синего спектра. И в данном случае это полезно для ваших глаз. Опять же, чтобы если вы долго сидите за монитором, они меньше уставали. Важно? Важно. Адаптивная синхронизация. Вещь, которая позволяет, друзья, не наблюдать вам разрывы изображения. Она синхронизирует в данном случае часто обновление монитора с вашим FPS. Соответственно, ваша игра чувствуется гораздо более плавнее, без каких-то либо посторонних разрывов. Все. Я думаю, нужно перейти уже непосредственно к тестам, как теперь вот этот 4K Monik себя будет чувствовать с этим компом за 100 тысяч. Посмотреть, сколько же что друг у дружки вытянет. Так что, приятного просмотра. Начнем мы с сегодняшней стресс-тест этой замечательной первой сборочки. Безусловно, оператор за рулем у нас, драйвер будет Антон. Потому что он собрал, он должен за это дело отчитаться. И у нас, конечно, заодно протестируем наш Monik. Смотрим. У нас начинаем с КС, потому что один из самых популярных шуток на сегодняшний момент. И люди зачастую собирают игровые системники, чтобы рубиться в эти игрушки. И, опять же, напоминаю, 4K 144 Гц. Смотрим на видюшку. У нас загрузка сейчас на 97%. Это у нас контроллер памяти на 60 вроде должен загружаться. То есть видюха на полную катушку работает. При этом температуры, ну, шикарные. То есть у нас даже до 65 не доходит. 61-62 я сейчас вижу. Даже до 55 просело в моменте. Смотрим по частотам. Потребление видеокарты у нас 200, примерно 10-15 Вт. Красота эта пушит. Ну и вертушки можно тоже посмотреть, с какой скоростью вертится. При этом, друзья, мы держим стабильно 4 ГГц. И, ну, температура эти видите? Это у нас XTS, да? Да, 224. У легендарных XTS, она абсолютно не прогревает наш процессор. Он до полтинника греется по всем. И может посмотреть, кстати, как он по ядрышкам тоже распределяет нагрузку. То есть, в принципе, практически все ядра. Ну, у нас тут прохладно, дома немножко пожар. Дома пожар, безусловно, потому что в офисе у нас достаточно свежо. Мы все в кофточках с вами находимся. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Ну и стабильный, вот сколько сказать будет, 200, ну, 200 плюс FPS, получается, 214 играет. Главное, посмотри на фрейм тайм какой. И буквально пару слов от Антона. Насколько комфортно? Насколько комфортно тебе вот 200 плюс FPS в 4К 144? Это вообще отлично прям. Я захотел себе такой монитор и комп. То есть, от 200, 230? Да, ну, к слову, я дочке перед уездом сюда собирал такой же конфиг, только в белом цвете и Z-гейминг. Один в один просто? Да, ну, не, один в один. В принципе, 12400 тоже стоит. 3070, ну, 16 гигов оперативов, тоже до 50, но в белом цвете. В принципе, то же самое, но монитор, конечно, там у нас такой бюджетненький. Монитор такой захотелось. Окей, 200 плюс FPS, друзья, в 4К мы получаем. Теперь у нас будут игрушки, что немножко посложнее. У нас скачан Ведьмак по классике жанра и, конечно, Киберпанк. Посмотрим в 4К с выключенными лучами, насколько эта штуковина сможет потянуть. То есть, опять же, напоминаю, сборочка за 100 плюс тысяч рублей. Давай, Антон, врубай, что-нибудь посложнее. У Киберпанк, друзья, опять же, мы прекрасно понимаем то, что 4К в 144 Гц, это сложно. Это сложно, и мы с вами получаем, сколько? Около 30-точки. До 38 кадров сейчас в секунду идет. И при этом тоже идеально плавненько. Мы можем посмотреть, как хорошо. Можно взглянуть, то, что у нас, естественно, видюха под сотку загружена. Греется она примерно так же. Частоты она свои держит. Проц при этом холодильник. Проц колотильник, вроде 50 градусов, и при этом 12-400F хватает с запасом. То есть, мы сейчас выключим на все. Антон, покажи, пожалуйста, настройки. То, что это полная ультра. Так, супер разрешение делалось сейчас у нас автоматически. Еще давай, немножко проедься. То есть, у нас полная ультра. Высокие, впечатляющие настройки. Соответственно, какой мы делаем вывод? Да, проедься еще немножко в игрушке. То, что если мы говорим про сборку, сейчас оптимально в районе сотки, то получается, что вы можете рассчитывать, если, предположим, у вас достаточно бюджета на 4К монитор в 144 Гц, получить свои заведомые 30 плюс кадров можно будет порубиться. Но, конечно же, мне кажется, прям нет такой необходимости выключать все ультра в данном случае. Лучше немножечко... Давайте трассировку выключим просто. Давайте, интересно, смотреть без трассировки. Потому что для 4К это все равно очень классный результат. Еще раз. Давай. Нет, 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 нет. Тащитно, впечатляюще, да. Все закрыть. Ну, если мы с вами отключаем DLSS, то уже стабильный полтинник плюс-минус у нас имеется. Это уже городокарфон. То есть, такие же ультра, все, рубитесь на 4К мониторе. То есть, связка 3070 и 12400F. Наглядно показали то, что для 4К подойдет, если мы говорим про AAA игры. Причем, ну, полтинник это идеально. Отключаешь мониторинг и вообще не переживаешь, потому что фризов никаких не наблюдается. Но только играть комфортно, по-моему. Да, да и с трассировкой мне нормально было вообще. То есть, ну, в принципе, да, 35-50 кадров, если у тебя и так все плавно, нет никаких зависаний, статоров, по-моему, замечательно себя чувствуют. Крутяк, друзья. Давайте уже под концовочку, так сказать, запустим Ведьмака, чтобы все это дело обобщить. И будет понятно, на что этот красавец способен. И если кто-то вдруг захочет себе такую же штуковину, будет знать, действительно, что она потянет в реалях. Ё-моё, вот, наконец-то мы нашли слабое место этой сборки. Друзья, вот ремастер Ведьмака. Я, честно сказать, вот, я не геймер, естественно, все эти цифры я не помню, но мы получаем около 20-очки. А это уже плоховатенько в том отношении, что, ой, тут тебя уже никто Антох не спасет. Сейчас беги, просто беги. Не надо, просто беги в сторону какую-нибудь. Но ужас. Не то, что ужас, конечно, это можно назвать играми. Я бы знаю, Ваня Far Cry 5 проходил 18 FPS на ноутбуке. Вот, поэтому 24 кадра, это еще хорошо. Но, конечно, удовольствие открытое не получишь однозначно. И видно то, что и просадочки уже есть, дергания у нас появляются какие-то. Ну, до 30-ки, в лучшем случае, мы с вами получаем. Но это полные запредельные настройки на 4К, 144 Гц. Видим то, что видюха, конечно, отрабатывает. А просто при этом очень странно как-то. По одному ядру до 80 может доходить, все остальные. То есть, момент оптимизации, он явно здесь не может нормально воспользоваться своими потоками. То есть, у нас просто одно ядро чуть ли не под 80, там 90 грузится сейчас. Остальные ядра, ну, максимум два ядра, я смотрю, загружаются. Одно 60, другое на 80. Все остальные он относительно простаивает. То есть, здесь уже, конечно, до 96 даже одно ядро загрузилось. Я думаю, все-таки... А видюха при этом не под сотку. Она где-то на 90 градусов, господи, процентов загружается в какой-то момент. 90, 95, 93. То есть, все-таки, я думаю, здесь вот эта вот связка проста и видюхи с этой игрушкой на ультра настройках ведет себя не идеально. То есть, если бы оптимизации завезли, наверное, было бы получше. Ну, давай выкрутим настройки, которые будут комфортны. Просто RTX вырубившись. Комфортные значения мы могли бы получить. Отключив лучи, друзья, тут уже получаем комфортный 40 плюс кадров в секунду. И, соответственно, гораздо более приятный фреймтайм. То есть, это уже играбельно. И если мы подводим вот такой итог стресс-теста этой сборочки, этого моника. Получается, бюджет сотка, можно ли назвать его бюджетом для 4К? Вот давай мы, Вадим, со стороны. То есть, мы сейчас не предвзяты мнением. 100 тысяч рублей сборка. Для 4К можно это выразиться? Если играть в ААА-проекты на средних настройках, то есть, не выкручивать, без фанатизма, мы получаем отличную качественную картинку, которую по разрешению мы фулажда бы вообще не увидели. Поэтому более чем играбельно. Да, ты не выкрутишь все на максимум. Это не 40-90, это надо понимать. Но сама по себе 40-90 стоит больше, чем этот компьютер. Поэтому от этого малыша можно ожидать отличных... Как говорится, показатели выкручки. Это... Чего к слову? Не, я говорю, слово забыл. Отлично, не слово вышло. Я просто конфиг нагидываю. Все, не отвлекаем тебя, мужик. Да, я также скажу, друзья, для 4К, 144 Гц, не на полных ультрах, вполне себе играбельный. Давай тоже Антой, как тебе? Да вообще комфортно, без лучей. Прям никаких микрофризов, я не замечаю. Мне комфортно играть, перемещаться. Ну и для человека, потому что у меня дома нет 4К. У тебя дома есть 4К? У меня телевизор, я к телевизору подключил. Тоже 4К? Да. Он 4К, самсунговский, да, дорогой телевизор. А если мы сравним с Моникой, насколько... Я не знаю, я играл в такие... Менее производительные игры. Хорошо, тогда просто искреннее ощущение от монитора. То есть вот не предвзято. Ты сейчас кс-очку немножко поиграл? Вообще отлично. Очень нравится, да. Но если его еще под себя настроить, просто тут очень много настроек. Я бы себе такой купил. Ну то есть ощущения пока нормальные? Да, очень нравится. Не возникли какие-то неприятные моменты. Отлично, друзья. Ну что, друзья, все. Вот такая сборочка получилась. Такие тесты. Я надеюсь, вам понравился этот агрегат. Сейчас будет упаковываться и уезжать уже к клиенту. Докладываем, что у нас дальше сегодня происходит. Сегодня у нас происходит. На удивление, это первая, получается, плойка залетела? Да. Не было плойка. Первая плойка в Воронежской мастерской на обслуживание. Это четверка? Правильно? Четверка, прошка, да. Четвертая прошка залетела. Антон сейчас любезно, так сказать, ей придает немножко свежести изнутри, что тоже хороший момент. И еще хороший момент, скорее всего, мы отдельный будем ролик по этому тему записывать. Как зовут? Влад. Влад. Записал, записал. Забежал Влад со своим эксклюзивным агрегатом. А эксклюзивный агрегат выглядит примерно так. Влад, на секундочку буквально подойдешь? Да, конечно. Два слова расскажешь про него. Потому что, друзья, я, по-моему, даже как-то писал на него обзор. Моя радость. Моя прелесть. ROG Strix, друзья, который идет на 5900HX. То есть разогнанный такой мобильный Ryzen. Достаточно крутая штуковина. Уделают некоторые десктопные процессы. Более того, еще RTX 3070. 300 Гц у нас 3 миллисекунды дисплей. И понимаем, что достаточно крутой аппарат, как минимум. И который идет еще на жидком металле. По причине того, что все-таки корпус у него достаточно компактный. Производители хотят нас удивлять. Хорошими показателями всадят это все на жидкий металл. Соответственно, наша сегодняшняя задача какая, мужик? Расскажи. Обслужить его полностью необходимо. Соответственно, поменять жидкий металл. Возможно, термоинтерфейсы на время. Ну, соответственно, все. Я от этого оттолкнулся. Поскольку мы с вами должны понимать, что жидкий металл, насколько я помню, идет не на оба кристалла. Соответственно, у нас есть где-то термоха, где-то жидкий металл. Мы в этом должны будем с вами сегодня убедиться и посмотреть и сравнить. Потому что этому агрегату почти 3 года, как ты сказал. Правильно я понимаю? То есть где-то в 2020 году он плюс-минус покупался. Нет, в 2020 он производился. В 2021 году, в общем, 2 с копейками года, получается, это говорят. И будет интересно посмотреть. Мы сейчас закинем Киберпанк, посмотрим стоковые процедуры, которые у нас есть. После чего мы его разберем, посмотрим, что с ним происходит, обслужим и посмотрим, даст ли это какой-то хороший результат, либо наоборот, что-то мы с вами странное заметим. Более того, интересно то, что ты сказал, материнская плата уже в официальном сервисном центре менялась. Ну да, менялась в официальном сервисном центре Воронежа. То есть ты его купил, он у тебя умер? Да, он абсолютно погасал на работе. То есть я вел стрим, он абсолютно погас, да, выключился полностью. И, соответственно, я отнес сервис. И тебе сказали, что... Он там пролезал месяц практически. И, соответственно, была замена материнской платы. Потому что модульные, я так понимаю, они не меняют, они целиком меняют. Интересно будет тоже посмотреть. То есть это у нас гарантийная материнская плата замена. И в целом обслуживание спустя 2,5 года использования вот такого топового агрегата. Это тоже будет... 2,5 года это прям был бы, ты же обычно год рекомендуешь, да? Тут вопрос в том, что тут жидкий металл. Естественно, это немножко по-другому. Более того, а поменялась материнская плата когда? Ну, это был как раз... Не сразу или сразу? Не, не сразу. Это где-то, наверное, полгода прошло. А, то есть по факту мы с тобой имеем тогда не 2,5 года агрегата, а материнское платье и замена, то есть полгода всего. Нет, нет, нет. Материнское платье получается после замены где-то в районе 2 лет как раз. А, а в полгода что ты сказал тогда? Ну, именно через полгода после того, как я его купил, плюс-минус... Через полгода он начал тухнуть, ты поменял, то есть 2 года получается вот этой конфигурации. Все, это действительно будет интересно. Этот момент мы посмотрим. Все, мужик, я надеюсь, что не подведем. Буду надеяться. Давай. Друзья, большое спасибо за просмотр этого ролика. Напомню то, что по промокоду HAPPYPC10 вы можете получить скидочку на приобретение данного монитора. То есть, если для вас это актуально, обязательно перейдите по ссылке, посмотрите побольше про него информации. Ну и если хотите, то сэкономьте. Это будет здорово. Также, друзья, напомню то, что 30-го числа, друзья, будет открытие нашей компьютерной мастерской HAPPYPC в Воронеже. Точные даты и время ищите в группе в описании HAPPYPC Воронеж. Там, более того, у нас также проходит розыгрыш компьютера. Просто нужно будет сделать репост с закрепленной записи. Поэтому до новых встреч, как говорится. Ждем вас 30-го числа на Московском проспекте, дом 6. Как-то так.